Чтобы преодолеть последствия аборта, надо потрудиться. Как потрудиться? Во-первых, и этот вопрос очень часто задают пожилые женщины, которые вдруг осознают ужас того, что они сотворили 30 лет назад. Когда вдруг они понимают, что сейчас у них мог бы быть не один сын, а четверо. Не одна дочь, а пятеро. И это могли бы быть счастливые люди, которые бы любили и покоили их старость. И вот они приходят и говорят, батюшка, я исповедовалась. Я знаю и верю, что Господь меня простил. Но все равно душа болит. Что сделать? Ну, я говорю, во-первых, молитва. Есть канон матери, загубившей младенца во чреве. А есть и дела. Какие дела? Во-первых, если рядом с вами молодая женщина, находящаяся на грани аборта, вам об этом свидетельствуют, оставьте в сторону всякое ложное смирение. Убедите ее в том, что этого делать не надо. Предложите ей свою помощь. Скажите, что вы поможете первые месяцы. И помогите действительно, что вы будете приезжать, сидеть, стирать. То, что вы когда-то не сделали своему ребенку, верните через другого. Это первое. Второе. Надо идти помогать многодетной семье. Подойдите к священнику вашего храма и скажите, батюшка, вот у меня там сын вырос, пока не женат, я вышла на пенсию, есть еще силы в руках, есть желание потрудиться против греха, который я сотворил. Я хочу потрудиться. Дайте мне какую-то многодетную семью. Приходите туда два-три раза в неделю или один раз в неделю, сколько вы можете. И трудитесь руками. Опять-таки, делайте то, что вы в свое время отказались делать. Помогите вот этой маме, которой очень сейчас тяжело, дайте ей поспать днем, сварите борщ, вымойте кухню, погуляйте с ребенком или сходите в магазин. Безвозмездно, конечно. И держитесь за эту возможность, как за возможность реальными делами искупить свой грех. Субтитры создавал DimaTorzok